Всем привет, друзья! С вами MV921 и сегодня в этом видео хочу поделиться своим впечатлением о том, как прошла встреча с разработчиками. Для тех, кто это видео посмотрит спустя уже довольно большое время, я хочу напомнить, что эта встреча была 23 февраля и она была в очередном уже таком ежегодном формате. Этих встреч это была вторая на моей памяти, в которой я участвовал, где разработчики в лице важных, всезнающих и в большинстве случаев понимающих все вопросы и аспекты игры отвечали на наши каверзные вопросы. Ну не то, чтобы наши, они в основном были формулированы, озвучены нами, конечно, формулировали их мы все вместе на стримах, вместе со зрителями и так далее. И в этом видео хочу поделиться с вами о том, доволен ли я этой встречей в целом, немножко озвучить, напомнить, да, вот так емко и коротко то, о чем говорили. Если вы не смотрели или вам нет времени три часа пересмотреть нашу трансляцию, даже если вы смотрели, то я по каждому вопросу немножко свое мнение назвучу, чтобы было понятно. Ну и в конце озвучу свою личную боль. У меня, у меня по-прежнему болит, друзья, боль, болюшка прям, ни одно обезболивающее не поможет. Собственно, примерно десять, примерно десять самых важных пунктов, которые разработчики отметили в этой конференции, я хочу сегодня озвучить. И первый из них это льготные премы. Это самая, наверное, массовая боль сейчас. Ситуация проста, я думаю, даже озвучивать не нужно, но для тех, кто не понимает, озвучу. Льготные премы, короче, перестали попадать в топ списка и очень часто воюют в дне. А большинство из них, почему льготные? Потому что плохое пробитие. Никого пробить не могут. А вследствие этого либо голдой стреляй и не фармей, либо все, второго не дано. Не потащить никак на ББшках в большинстве случаев. Поэтому все печалятся. И разработчики эту проблему вынашивают уже что-то прям очень долго. Прям вот очень-очень долго. Я даже не знаю, почему так. И что они в итоге хотят сделать? У них там есть какие-то варианты, но в итоге они остановились на том, что все льготные премы, у них эти льготы будут отозваны, убраны. Они будут обычными. Ну, если это был прем 8 уровня, он будет восьмеркой с полноценным уровнем боев. Но вместо того, что у него отбирают, ему накрутят ТТХ. На первой на очереди будет КВ-5, причем они это будут делать штучно. Второй ИС-6, ну, по популярности, по боли и так далее. Могу сказать, что, ну, это уже свое мнение, что я не знаю, почему они так долго эту проблему решают. И нужно было решить очень оперативно. Ведь что здесь ждать-то? И так все было понятно. Но вопрос в том, что они еще и завтра ведь ее не решат, ты понимаешь? Они ее будут решать еще сколько-то времени, потому что пока там выкатят решение, пока продумают, как игроков не обидеть тех, которым все нравится, пока подумают о том, как компенсировать тем, кому не нравится. И вся эта вот катавасия займет еще хреном в гору времени, поэтому проблема вообще дофига не завтра будет решена. И срок пока по ней особый какой-то конкретный не назван. Все еще будет катиться и катиться. Ну, это первый момент, да? Я тут себе записал на бумажку, чтобы не потеряться в темах. Второе. Опыт. Мы спросили у разработчиков, какого хрена в ранговых боях меряется все по опыту, когда опыт начисляется совершенно иной раз от балды, по ощущениям. Разработчики нам приоткрыли тайну начисления опыта. Оказывается, если ты, дорогой друг, ничего не делал, ни в кого не попал и даже, возможно, не стрелял, но был там, где пули свистят, где враги недалеко, ты получаешь нормально так опыта. Это, наверное, хорошо для тех игроков, кто прокачивается. То есть, пока ты играл в рандоме, никогда тебе не возникало желания взбухнуть, мол, какого хрена ему дали больше опыта, а не мне? Миш, не тебе. У тебя нормально все. И в рандоме ок, а здесь по опыту все меряется. Тебя обогнал на два очка опыта какой-то чувачок, он получил шеврон, ты не получил, к примеру. Ты смотришь, что он сделал в бою, увидел, что он меньше, чем ты сделал в два раза и у тебя резонный вопрос. Разработчики резона отвечают, что у них пока нет другой метрики, способной прямо на ходу в конце боя померить успешность вклада в бой того или иного, поэтому они пока юзают опыт. В будущем планируют с него съехать, но не скоро. И от того это вся беда. Ну просто сам факт. Вот только представь, вот если бы это был реальный мир, да, вот все воюют, бегают с автоматами. Один чувак лег в окоп под всеми и лежал всю войну. Пролежал, встал, ему орденов, медалей, опыт, красава, самый лучший. Ну как-то вот так вот. Нет такого, что ты понимаешь, за что дают опыт. Я понимаю, что конечно само начисление опыта сделано для того, чтобы игрок прокачивался хоть как-то. Если он не умеет играть, ему вообще опыта не получать в бою, так он никогда не прокачается. Вот для этого специально оно было сделано, чтобы хоть там на пердячем пару, но он ехал вперед-то. А в ранговых все вот через жопу. Поэтому будьте внимательны, ничего не меняется пока. И здесь по-прежнему около нуля логики. Ну по крайней мере мы знаем, что это проблема. Разрабы знают, что эта проблема тоже есть. И они по крайней мере уже, ну не стоит так сильно яростно полыхать, потому что пока ничего не поменяется, полыхать ты там или нет. Третий момент это то, что ребалансов пока никаких больше не будет. Ветки трогать не будут. Ничего сейчас такого, что нужно быстро качать, потому что потом ты не успеешь. Нет. Качай все, что хочешь. Ну вот имбочки есть, качай. И к вопросу о том, понерфить ли там что-нибудь, нет пока. Тоже никакой информации нет. Разрабы там что-то будут пристально к супер коню присматриваться, но пока присмотрится и год пройдет. А с Type 5 Heavy, ну с моим, например, одним из любимых танков, все будет ок. Никто к нему не полезет. В ближайшее время можно смело качаться, смело играть и там, ну я думаю ближайшие полгода точно. Там уж дальше как пойдет. Посмотрим. Дальше. Четвертый пунктик. После патча 1.0, который будет в марте, запланирован следующий патч. И это про вопрос ребаланса голды. Многим не нравится, что донатеры имеют возможность покупать голдопульки и тебя пробивают. И брони нет в игре, поэтому. Когда сам стреляешь, вопрос по-другому стоит, да, сам когда голдой стреляешь. А когда в тебя стреляют, ты конечно негодуешь. Что разрабы хотят сделать? Пройдет патч 1.0 и будет 1.0.1 следующий или 1.1. Не знаю, какую-то нумерацию не придумают. И они возьмут и отнимут привязку голды к серебру в игре. Сейчас она 1 к 400. И законодательно нельзя никак взять так просто и отобрать голдовые пульки, потому что их люди покупают за золото. Золото это зачитать деньги, а деньги это купленное имущество за деньги. Это уже незаконная дичь. Поэтому эту привязку не отменяют и будут крутить с пульками как хотят и куда хотят. Наделают, как я понял их мысль, разных снарядов. То есть не будет такого, что 1 обычный и 1 крутой снаряд. Будет 1 и запасной и фугас. Все это потом пере как-то мутится и это будет, напомню, патч после патча 1.0. То есть уже достаточно близко. Я думаю это от нас будет в расстоянии месяцев 3-4. Вот что-то вот такое. Ребаланс голды. Ух, как прямо тут опасно. Ну в принципе все, окей. Наверное надо было. Давно уже. У меня лично от этой проблемы не горело никогда, но у народа горит. Поэтому тут, наверное, нужно разбираться. Пятый пункт. Перки. Дофига больше проблем с перками, потому что сами по себе перки вот некоторые ванят. Вот на пресс аккаунтах у вас их 13. Но деловых, которые по делу перки, их там 5-4. Ну 3 хватит. И разработчикам это не нравится, потому что остальные перки никто не качает, да и потом выкачать их тупо нереально. И они всю эту лабуду, включая то, что танк, экипаж забывает прошлый свой танк, если ты переобучаешь его на следующий, они всю эту фигню обещают передумать. Но срок берут какой-то сумасшедший. Они это будут тестировать, обещают в восемнадцатом году, но вводить, и то есть уже окончательно все это накатывать, они не обещают в этом году. Это может быть еще и в девятнадцатом, в следующем. То есть времени пройдет чертова гора. Ну вот. И лампочку, кстати, они хотят вскорячить всему, всем экипажем без необходимости прокачки. Лампочку отменять не хотят. Вот такая вот тема. Ну здесь мне нечего добавить, в принципе, посмотрим, что будет. Тема давно напрашивалась, наконец уже к ней руки пошли. Дальше про Team Dammag разработчики отвечают. Они сами пока до конца не решили, нужно ли его отключать, потому что есть свои риски при этом. Ну типа тебя там подпирают и выталкивают, а ты никак не можешь отомстить. Ну тоже не очень. Подпирание и выталкивание никак не запретят. И хотят все, что сделать, это ввести какую-то разовую активность в мае, где будут тестировать отключение этого Team Dammag. Ну такое. Не знаю, зачем. В общем, проблема не в Team Dammag как-то, а в том, что ничего сложного выстрелить в союзника нет и особой беды тоже. Ты знаешь, что это можешь сделать два раза. Да и делаешь два раза, когда тебе хочется в кого-нибудь выстрелить. Нет бы вот с первого раза какого-нибудь жесткое-жесткое было бы наказание. То есть ты можешь его убить, да? Ты можешь союзнику самому выстрелить, но придешь в ангар, а там минус 100 тысяч кредитов, к примеру. Ты только подумаешь, лучше извинюсь. Ну, в общем, детали. Сам факт отключения Team Dammag, я много раз свое мнение не высказывал, я не вижу. Это прямо решением проблемы. Сам факт отключения. А вот штрафные санкции или какие-то меры ограничения, вот здесь можно поковыряться. Ну, пока об этом тоже речи не было. Седьмой пунктик. Общий чатик гэгэшнулся. Не появится, не вернут. Оно и правильно. Никогда ничего хорошего там никто не писал. Все только обсирают всех, арту союзную сдают. Ну, и так далее. Не вижу ни единой причины в нашем безумно токсичном и злобном танковом мире дать возможность еще и команде пообщаться с противниками. Союзников-то хватает. Много раз над чатом союзниками уши венут, так что вот. Восьмой пунктик. Это ЛБЗшки. Второй сезон разработчики планируют на октябрь. Представляем, да? На дворе у нас февраль. Планируют на октябрь. Это еще пройдет хрен-то сколько времени. Но, когда они выйдут, если вы еще не сделаете первый сезон ЛБЗ с объектом 260, не торопитесь. Его можно будет делать параллельно. То есть, взял задачку из одного пункта ЛБЗшек для одной ветки, взял для другой. Ну, то есть, на 260-й объект. Как будто женщина разговаривает, сейчас показываю. В общем, и ту, и другую можно делать параллельно. Это удобно. То есть, никто тебя не гонит. Они не закончатся и не исчезнут из игры. Можно их всю жизнь, наверное, делать. ЛБЗ все сезоны разом. Октябрь, короче, запомним. Пока там никаких подробностей нет вообще. Абсолютно никаких. И, надеюсь, это будет здорово. Это будет реально интересно. И не будет этого дикого рандома, когда тебе нужно будет из инвиза поджечь тараном двоих на 6 уровней старше тебя. И девятый пунктик про арту. Разрабы говорят, арту не тронут. Арта им ок. Она им заходит. То есть, всем артоводам, которые постоянно боятся, что вододел сейчас наноют, переживать не стоит. Да, как бы мы не нанывали, разработчики имеют свой взгляд, свое мнение на этот счет. И оно такое. Арта их сейчас устраивает и ничего, ничего не будет меняться. За небольшим исключением. Когда дойдет дело до перков у экипажа, нам сказали, что в планах сделать некий перк, который будет уменьшать эффект оглушения с последующими попаданиями в тебя. То есть, попали тебя раз, на 15 секунд оглох. Попали, допустим, два, ты такой, хо, а я уже крепкоголовый. Я как боксер, да, уже не чувствую боли. И раз на 10 секунд оглох, потом на 5, потом на 3 и так далее. Чтобы, ну, если тебя одного несчастья весь бой оглушают, ты потом становился закаленным камнем. И тебе пофиг на оглушение. Хорошая идея. Это вот все, что планируется. То есть, по большому счету, из всех этих озвученных новостей, 9 пунктов, я еще один оставил напоследок, ничего такого сверх мега революционно нового мы не услышали, да? То есть, нет ничего такого, что нам было бы эксклюзивно слито. Ну, пожалуй, кроме, да, признаюсь, кроме пара пунктиков, это уже наконец озвученное решение по льготам и озвученный срок попыток ребалансовать голду. Вот это все, что было, скажем, основное. Все, что было в остальное время сказано, оно было в какой-то мере так или иначе воспринято игроками как, ну, очередное словоблудие, да? Не планируется, нет, не будем, нет, не сделаем, да, мы присматриваемся, собираем статистику и анализируем. То есть, я попытался коротко и емко озвучить то, что было, скажем, основное. Да, там еще было много деталей, но они все были в основном по мелочи и не касаются ближайшего времени. Они касаются там какого-нибудь спустя полгода там и так далее. К тому времени мы уже 20 раз это все узнаем более подробно. Пока лишь нас ожидает патч 1.0 с новым графеном и только. В нем не включат ничего, ломающая или меняющая игру, кроме графики, потому что разработчики очень боятся. Это сложная вещь, она должна работать на многих компах и без остального. Там будет довольно много проблем, связанных с сопровождением, наладкой, отстройкой всей этой лабуды. Ну и потом, после этого патча планируется ввод итальянских танков. Это то, что нас ожидает, ну и ребаланс голды. Все остальное там когда-то потом. Ну вот то, что прям моя боль, да, с чего я начал это видео, что прям расстроило до безумия. Разработчики не, не сделают. Это они говорили прошлый год и позапрошлый и будут, наверное, еще спустя 10 лет говорить. Они не сделают возможность, а, скрыть свой игровой ник в рандоме, б, не сделают возможность скрыть свою статистику, судя по всему, тоже никогда. Разговоры о том, что они пытаются сделать свой внутриигровой каталог модов, при этом закрыв возможность сторонних модов, идут уже годами. Пока никакого слова, сказанного на то, что это вот мы уже почти сделали и завтра вы это попробуете, нет. Это означает, что они это еще будут делать, ну по меньшей мере, полгода, а то и год. Это означает то, что ничего кроме пресс-аккаунта вы на моих стримах не увидите, потому что как бы там ни играли другие, но мне совершенно не хватает эмоционального терпения пережить и не расстроиться, да. Не поймать дизморальку тогда, когда самый главный мой противник становится союзником. Точнее, когда не становится, а когда именно союзник самая большая проблема в бою. С противниками еще можно как-то справляться, там все законно, ты их уничтожаешь, а с союзниками так не получится, особенно если их много и взвод. Короче, моя личная боль и мое общее впечатление о конференции нашей с разработчиками, оно конечно такое. Я не получил положительного ответа на тот вопрос, на который я ждал положительный ответ. Оттого, конечно все, ну съездил, ну поучаствовал, легче жить не станет. Выйдет новая графика, я понимаю, что это будет опять у меня пресс-аккаунт. Ну это моя боль и наверное еще может быть там с десяток каких-то популярных известных стримеров, наверное заслужили, да. Всю свою судьбу мы заслужили, вот слишком ты известный, вот получай теперь по мордасам. Поэтому будем продолжать прятаться на пресс-аккаунтах. Ну а вам, дорогие мои зрители, могу сказать, что в целом-то, в целом довольно много отзывов было в комментариях под всеми трансляциями над зрителей, касающихся того, что а мне вообще норм, ничего вообще не меняйте, я уже доволен. Вторые были отзывы, что очередная волна словоблудия, ничего там никогда не поменяется, всех понять можно. И третья волна зрителей, которые говорят, слушайте, а нормально, а нормально, а мне вот то, что они будут делать, мне нравится и мы будем все посмотреть. В любом случае много любопытства было, это вызывало все это мероприятие, конференция. Все были прикованы, всем было интересно что-то, как в итоге собрали мы большие онлайны. Организация самой трансляции, хочется поблагодарить всех тех, кто был причастен, была просто на высшем уровне. Шесть камер нас снимало, нас там самих-то было семеро, а камер, ну еще ведущие, восемеро, восемь. Камер было целых шесть там в мега-студиях, как прям на телевидении. Все было круто, но по содержанию я вам сказал. В общем, в любом случае, спасибо, что смотрели трансляцию, спасибо, что участвовали, спасибо, что вкидывали свои вопросы по ходу дела, потому что, например, вопрос про реферальную программу, которую я задавал, не было у меня в списке, кто-то там написал, я обратил на него внимание, вопрос действительно был интересный. Разрабы, кстати, про рефералку сказали, что добавят, там что-то доработают, то есть они ее не бросили. Вот, и все в итоге. Если у вас какие-то вопросы остались по поводу того, что можно было бы у разработчиков спросить, пишите в комментариях под этим видео. Дело в том, что мы в кулуарах пообщались немножко с разработчиками, и некоторые из них, в том числе из тех, которые участвовали в нашем мероприятии, не прочь к нам прийти. Но пока они вследствие своей занятости не могут это сделать прямо вот так вот на раз, и когда-нибудь мы их пригласим, и зададим им какие-то вопросы, которые остались на повестке дня. Например, Андрей Белецкий, он появился совсем недавно в информационном поле, и почему-то так прямо смело и рьяно, и популярно, и понятно рассказывает о тех вопросах, которые обычно Антон Панков или иные разработчики, ну, оставляют в тени, или тупо лень, или не хотят выдавать какие-то там свои тайные, не знаю что, какие-то решения, которые, возможно, никуда не пойдут. Он довольно открытый, и это, я считаю, можно пользоваться, да, то есть с его точки зрения можно узнать взгляды на многие проблемы в игре, или что-нибудь ему сообщить. Поэтому, короче, активничайте в комментариях, обсуждайте все, и все это ляжет в основу нашей дискуссии в будущем. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайк, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы узнавать все новости об игре, в первую очередь, первому, да, все популярно, понятно, без ошибок. И увидимся на стримах и в видео. До новых встреч. Пока-пока. Враг обнаружен. Цена схватена. Продолжение следует...